Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! У нас с вами уже буквально на носу новый сезон. Я в предвкушении, я не могу дождаться. Это мое любимое время года. У меня уже даже на фоне появились весенние цветы. И в преддверии нового сезона мы с вами будем рассматривать разные новинки, косметические и не только. И сегодня речь пойдет о новинках от бренда Eveline. Это польский бренд, здесь именно так произносят название. Но если вам удобнее и привычнее говорить Eveline, то пожалуйста! Главное, что это недорогая доступная косметика, которая продается во многих странах. И это стоит недорого, но при этом отменно работает. Я вот сегодня красилась, используя только косметику Eveline. И осознала, что это та марка, в которой я могла бы полностью прям с нуля собрать свою косметичку и всем пользоваться с удовольствием. Потому что в каждой категории у меня уже давным-давно появились свои фавориты. И сегодня я хотела бы рассказать вам о том, что мне понравилось из того, что у меня недавно появилось. И, конечно же, я хотела бы это порекомендовать и вам. Ну что, поехали! Первое, что я хотела бы с вами обсудить, и на самом деле это то, о чем мне не терпится вам рассказать, это средства из линейки Beauty & Glow. Это и сыворотки, и кремы, и также очищение. Я еще не видела ни одного обзора. Возможно, я даже буду первой, кто сделает его. Эта линейка призвана решать разные проблемы нашей кожи. При этом она нежная, деликатная и не нарушает наш защитный барьер, помогает сохранить микробиом нашей кожи. В состав входят активные компоненты, также комплекс пре- и пробиотиков. И вначале у нас с вами будут сыворотки. Сыворотка, которая не просто больше всего мне понравилась, а она именно подошла мне по состоянию и по потребностям моей кожи. Это выравнивающая тон сыворотка с 20% комплексом витаминов С. Здесь также есть фируловая, гиалуроновая, кислота морские водоросли, экстракт дикой розы, экстракта циролы и даже вода нероли. Мне кажется, что здесь не просто 20% именно кислой формы витамина С, а здесь 20% концентрация всех вот этих активных компонентов. Производители рекомендуют использовать эту сыворотку утром или вечером, и можно хоть каждый день. Я могу сказать, что у меня чувствительная кожа, и в принципе я не на все вот такие АХ-кислоты хорошо сейчас реагирую. Поэтому мне достаточно использовать ее всего несколько раз в неделю. Вечером, утром я обязательно наношу SPF, и у меня настолько сияющая кожа, у нее равномерный оттенок, заметно выравнивается рельеф, и общий вид лица становится более отдохнувшим. Мне нравится эта сыворотка тем, что она не впитывается под ноль, и она вот такая непрозрачная. Не пугайтесь, так должно быть. И она работает, с ней все хорошо. Эта сыворотка еще и заметно увлажняет кожу. Но самое классное в ней то, что ты утром просыпаешься, у тебя сияющие личико, оно красиво выглядит даже без косметики. И вы знаете, кожа не стянутая, не пересушенная, она не реагирует на вот эти довольно активные компоненты, еще в большой концентрации. То есть, нет высыпаний, нет шелушения, нет раздражения. И если вы никогда не использовали даже легкие АХ кислоты, я советую вам начать именно с не ежедневного использования, а хотя бы там два раза в неделю, и смотрите на реакцию вашей кожи. Если у вас такая плотная, жирная кожа, то я думаю, что вы можете себе позволить хоть каждый день, там утром или вечером, но помните, пожалуйста, об SPF. Это также такое микроотшелушивание, но при этом супер нежное, и теперь это мой фаворит. Когда я распаковывала новинки от Эвелайн и увидела это, я поняла, что меня ждет что-то интересное. Это сыворотка под названием Драконья Кровь. И это не просто так. Здесь в составе есть кора перуанского дерева. Отсюда, как я понимаю, вот такой цвет. Эта смола издавна славится своими регенерирующими и заживляющими кожный покров свойствами. Ее часто используют в таких лечебных целях. И эта сыворотка содержит не только эту смолу, здесь также есть целый комплекс с 30% АХА кислот и 2% БХА. Это моя любимая комбинация для отшелушивания, для обновления кожи. Производитель рекомендует нам использовать эту сыворотку каждый день, но я делала не так. Я перепробовала много разнообразных средств с кислотами. Я прекрасно знаю свою кожу и могу как-то предугадать ее реакцию. Поэтому я использовала и тестировала на себе эту сыворотку в качестве пилинга. И я хочу вам сказать, что и так этого было достаточно. То есть у меня опять же не облезла кожа после использования, после нанесения. Я подержала ее 15 минут, смыла, на ночь нанесла еще регенерирующий крем. Она красного цвета и мое лицо приобретает такой розоватый оттенок, когда я ее наношу. Поэтому мне как-то даже лучше ее смыть. Я один раз попыталась оставить ее на ночь, я не сожгла себе кожу, но я понимаю, что мне вполне достаточно такого применения. Если вы никогда не пользовались кислотами, так как здесь большая концентрация, то попробуйте вначале вообще подержать 5 минут, смыть на ночь восстанавливающий крем. Как я сказала, утром обязательно SPF. Я думаю, что вы также уже оцените ее действия. Это отшелушивающая сыворотка. Когда мы используем АХ кислоты и БХ, у нас не просто отшелушиваются омертвевшие частички, но и благодаря наличию салициловой кислоты происходит раскупорка пор. У меня очень часто появляются забитые поры. Это моя грусть, печаль и боль. Это то, с чем я постоянно сталкиваюсь. И так как у меня сухая кожа, у меня поры забиваются глубоко. И все это довольно сложно вытянуть наружу, поэтому нужно регулярно делать отшелушивание. Но главное, чтобы это не был хардкор, так сказать, чтобы это все происходило так максимально нежно и максимально деликатно. И это отменная сыворотка для тех, кто любит кислоты, для тех, кто хочет с ними познакомиться, попробовать. И хватит ее на очень-очень долго. Я бы советовала использовать ее один раз в неделю новичкам. А если вы уже такой продвинутый пользователь кислот, то можно даже несколько раз в неделю. Но я настаиваю на том, чтобы это было не в качестве сыворотки, а в качестве именно отшелушивающего пилинга. Если у вас суперплотная кожа, которая привыкла к большим концентрациям, то, пожалуйста, можете наносить каждый раз на ночь, радоваться гладкой, обновленной кожи, сияющей ровным цветом и гладкой текстурой. Сыворотка, придающая сияние с 7% разглаживающим комплексом. Она увлажняет кожу, делает ее мягкой, такой бархатистой, восстанавливает, регенерирует. И что же у нас здесь из активных компонентов? Фируловая кислота, пептиды, витамины В и С, органическая французская роза, экстракт ациролы и граната. Также можно использовать как утром, так и вечером. И здесь содержится комплекс пре и пробиотиков. Это сыворотка с таким легким жемчужным сиянием. Я скажу вам честно, что у меня нет ничего из ухода, что как-то вот мерцало бы, у меня в основном что-то, что разглаживает кожу до такого состояния. Когда эта сыворотка распределяется и впитывается, нет такого нарочитого жемчужного свечения. И также я не вижу ни одной отдельной сияющей частички. Но это то, что дает коже такое дополнительное увлажнение. Особенно такие средства приветствуются в холодное время года или в межсезонье, когда зима, например, сменяется на весну, кожа больше сухнет, за окном что-то непонятное, до сих пор жарят батареи, и кожа нуждается в дополнительном увлажнении. И также эта сыворотка дает хорошее сцепление тонального крема нашей кожи. Соответственно, все лучше и комфортнее ощущается и держится в течение дня. Но на ночь я ни разу не пробовала ее использовать. Рассказываю, какое применение я нашла для себя. А вот если на ночь использовать что-то с кислотами, с легкими или нечто пожестче, то утром вот такая штука может стать спасением, и макияж будет выглядеть, и так, как я сказала, ощущаться, носиться в течение дня более красиво и более приятно и комфортно. Сыворотка, которую мне, к сожалению, не удалось попробовать, потому что я не могу как-то адекватно оценить, насколько она эффективна, потому что я не клиент для нее. Это восстанавливающая, матирующая сыворотка с пребиотиками. У меня нормальная, склонная к сухости и несовершенствам кожи, поэтому я как-то решила, что, наверное, не слишком показательно будет конкретно на мне. Она устраняет несовершенство, уменьшает видимость пор, питает и регенерирует. В составе неоцинамид, аминокислоты, комплекс витаминов В и С, зеленый чай, экстракт акации и комплекс припробиотиков. Поэтому, если вы хотели бы что-то попробовать, если вы ищете что-то от несовершенств, для того, чтобы так немножечко подсобрать поры, неоцинамид – это вообще отличный компонент, можно попробовать, тем более, что это недорогое удовольствие. Также стоит отметить то, что в состав вот этих всех сывороток входит 98% компонентов натурального происхождения. А мы с вами переходим к очищению. К сожалению, у меня есть только пенка из линейки Beauty & Glow, но на официальной страничке в Instagram Evelyn я видела, что там еще есть гидрофильное масло, энзимный пилинг 2 в 1 и тоник с кислотами. Это то, что я буду искать в Польше, потом обязательно вам расскажу, как мне они. А пенка нежная, она универсальная, она подойдет всем типам кожи, она бережно очищает кожу, то есть она подходит не только для утреннего умывания, но она еще и хорошо досмывает макияж. Мне нравится удалять ее остатки макияжа после мицеллярной воды, я тоже сейчас использую Evelyn, или после гидрофильного масла, какого-то гидрофильного щербета или бальзама. Она отлично убирает остатки туши, если где-то еще там остался тон или какие-то другие средства. После этой пенки кожа чистая, она не пересушенная, она сияет, ей абсолютно комфортно. И также пена такая плотненькая, вы знаете, одного нажатия достаточно для того, чтобы умыть все лицо, шею, область декольте. То есть я предполагаю, что она будет расходоваться очень и очень медленно, это тоже плюс. Мне нравится то, что эта линейка так грамотно продумана, и я скажу сразу, что мне никто не говорил, на что я должна сделать обзор, каким он должен быть. Мне понравилось, и я делюсь с вами впечатлениями. Смотрите, у нас есть все шаги для очищения кожи, активные сыворотки по проблеме, да, и после отшелушивания, после чего-то обновляющего, нам нужно что-то для увлажнения, для восстановления кожи. И такие кремы в линейке Beauty and Glow также есть. У меня их три, возможно, есть еще один какой-то, но вот мне прислали только три. Первый крем, которым пользовалась я, это крем под названием Water Bomb. У него очень классная текстура, потому что он кажется таким как бы плотненьким, но он потом буквально начинает таять, как вода, но при этом всем он хорошо увлажняет кожу. Я даже как-то пробовала наносить его на сухие такие обмороженные руки, когда они были шершавыми, и крем моментально убрал это ощущение, перестало все там сжечь, и кожа была очень комфортна, то есть не липкий крем, не жирный, нет никакого ощущения пленки на лице, происходит то же самое. Помимо того, что я использовала его после сывороток или утром под макияж, я также делала такую супер увлажняющую, регенерирующую маску, наносила плотным слоем, оставляла на 15 минут и потом промакивала остатки. Вот так работает. В составе здесь три формы гиалуроновой кислоты, био-алоэ вера, био-кокосовая вода, пробиотики и пять натуральных масел, но это не жирный крем. И при том, что у меня кожа склонна к забиванию упор, у меня с ним все сложилось, то есть не было никаких закрытых комедонов и так далее. В высыпании крем недорогой, но при этом отличный. Мне прям понравился. То, что я, увы и ах, не смогу проверить на себе, матирующий крем Детокс регулирует выделение севума, увлажняет и матирует, уменьшает жирный блеск. В составе у нас какая-то формула специально для жирной кожи, камбучка, чай мачо, препробиотики, коалин АХА и ПХА кислоты. Могу сказать только по текстуре, что она тоже вот такая, ну как кремообразная. Это не гель, он очень быстро впитывается, увлажняет, но при этом даже по руке я вижу, что она стала более матовой. И в дуэт к разглаживающей сыворотке с эффектом сияния есть еще и крем. И он необычный, потому что он вот такой слегка персиково-бежевый и тоже с жемчужным свечением. И я опять же использовала его в качестве не макияжа, а базы под макияж. Оттенок не заметен на лице, но вот это свечение еще более интенсивное, очень красиво, так холено выглядит. И можно, например, подмешивать в тон, если вы хотите сделать его более увлажняющим, более таким сияющим, да, что-то в стиле сияющего биби-крема получится. Посмотрите, как благородно, правда? И мне нравилось еще использовать этот крем на шею и на область декольте. На носу весна и лето, скоро мы будем уже носить более открытую одежду. И мало того, что и шея, и декольте нуждаются в уходе, а здесь еще и такой небольшой декоративный бонус. Так как для тестирования ухода у меня оставалась еще одна свободная зона, я взялась попробовать крем под глаза с ретинолом и с 24-каратным золотом. Это крем-сыворотка. И мне прислали еще два крема для лица и сыворотку для лица, но я не могу, вот знаете, прям кардинально поменять свой уход и также понять, что работает, что нет. Поэтому я пока что вот решила распределить все эти новинки таким образом. В состав этого крема входит пептидный комплекс на основе аргиллерина, кофеин и гиалурон современный. Я скажу вам так, что, конечно, нельзя расценивать действия ретинола после использования на протяжении нескольких недель, но на некоторые кремы у меня или реакция в виде припухлости, или мне недостаточно увлажнения, каких-то защитных свойств в виде питания кожи. Я использовала этот крем как утром, так и вечером, то есть и под макияж, и на ночь. Он, не могу сказать, что прям легенький, как вода и не слишком плотный. Наносишь его, он не впитывается под ноль, он не создает защитную пленку на лице, но это питание, которое ощущается. То есть ты трогаешь кожу и понимаешь, что она насыщена каким-то кремом. Нельзя сказать, что это что-то, что так обволакивает. Нет, это не что-то, что как-то попадает тебе в глаза или скатывается. В общем, крем очень даже достойный. И мне нравится то, что здесь антивозрастные какие-то компоненты, потому что я замечаю появление каких-то морщинок от недосыпа после болезни. У меня все еще есть какие-то признаки усталости на лице, поэтому что-то такое предотвращающее, антивозрастное, поддерживающее. И после ночи у меня не припухшие веки и отменно под макияж. Буду пользоваться дальше. Любимый нами макияж. Еще какое-то время тому назад я думала о том, что почему у бренда Evelyn до сих пор нет ничего для контурирования. Лично я очень люблю их сияющие бронзеры, они со мной уже там несколько лет, но мне тоже иногда хочется как-то скорректировать форму лица, особенно для фотографий или есть какие-то изъяны на лице. Я даже ждала, когда появится что-то такое сатиново-матовое. Да, ждалась называется. Это такие тройные палетки. В них сразу есть и скульптурирующий продукт, румяна и хайлайтер. Я чаще всего сейчас использую палетку в номере 1. Красилась ей все праздники, ездила к маме. Это очень удобно, это компактно, не занимает много места в косметичке. Это такой более холодный скульптор для лица. Он очень просто наносится. Даже если у вас светлая кожа, вы им не напятните. Можно наслаивать, можно прорисовывать скулы, корректировать форму носа, подбородок или лоб. Что ваша душа пожелает, это все возможно. И мне нравится то, что здесь вот такая не слишком, знаете, матовая текстура, а легчайший сатин, который не блестит, но это облегчает нам с вами растушевку и предотвращает появление пятен на лице. Здесь очень красивые универсальные румяна, которые подойдут каждой, я уверена в этом. И опять же, это не меловой такой финиш, а как сатин с легким-легким отблеском. Но здесь нет никаких сияющих частичек. Хайлайтер холодный, и он такой супер гладкий. Здесь мелкий помол, который вполировывается в кожу. Я сейчас все реже и реже использую именно пудровые хайлайтеры, поэтому что я делаю? Беру кисточку, смешиваю хайлайтер с румянами, и вот так наношу. Получаются очень нежные, такие сияющие румяна. Супер, мне очень понравилось. Теперь буду постоянно возить с собой во все поездки и даже пользоваться дома. Я думаю, что самые внимательные замечают какие-то там средства в моих влогах, что они действительно у меня постоянно или на туалетном столике, или в ванной комнате что-то стоит. Я этим на самом деле пользуюсь. Палетка в номере 2, Mirium, чуть более темная. То есть, если вы загорелая девушка или на лето, например, хотите что-то более такое интенсивное, чтобы не приходилось наслаивать. Здесь чуть-чуть другой оттенок скульптора. Он такой оливковый, наверное, так. Румяна более глубокого, насыщенного такого ягодного оттенка, приглушенного, понятное дело. И здесь уже есть легкий такой золотистый шиммер. На лице это не бросается в глаза, это не смотрится как-то отдельно от макияжа, как будто нас кто-то там присыпал золотистыми блёсточками. Нет, всё очень гармонично, и сегодня эти румяна на мне. А хайлайтер не супер сияющий. Он жемчужный, вот такой очень натуральный. Его, конечно же, можно наслоить, чтобы вас было видно из космоса, как говорится. Но я сейчас отдаю предпочтение чему-то такому, как будто натуральному. Тут накрасила, тут нарисовала натурально. Но это, во всяком случае, не перекраивает мою внешность. И выглядит так, как будто у меня кожа такая здоровая. Вроде я отдыхала всю зиму и совсем от неё не устала. Хайлайтер приятного оттенка. И под мой тип внешности он даже больше подходит, чем холодный. Обе палетки прекрасные. И, конечно же, советую попробовать и вам. Продолжение гаммы Варите это сатиновые помады для губ. Стойкие, которые не отпечатываются. Они очень насыщенные. У них отменная пигментация. Вот каждый цвет, который я попробовала, он хорошо передаётся. Вот точно так же, как и упаковки. Какие-то цвета я покупала, а какие-то мне прислались. Я должна сказать, что у них очень красивая цветовая палитра. И каждый найдёт что-то для себя. Сегодня на мне помада, дай бог памяти, в номере 13. Да, я даже к ней докупила карандаш. К ним мы потом ещё перейдём. Это такой, знаете, и повседневный, и не бледный цвет. Мне кажется, что мне не хватает какой-то яркости. И не всегда мне хочется красить глаза. Я часто отдаю предпочтение какой-то такой умеренно яркой помаде, которая будет везде уместно, куда бы я ни шла. Это не слишком ярко, но при этом не бледно-блекло. Очень красивый. Он тоже будет в моей подборке на весну и лето. Такая пыльная роза номер 13. Они не такие сухие, как матовые помады. Они очень долго держатся. И для того, чтобы их смыть, вам понадобится время. Ей не страшно капучино, какой-то лёгкий перекус. Конечно, если вы съедите жирный обед, то она убежит с центра, но её можно добавить. Это такая современная, не блестящая формула, но и не старомодная матовая. Ещё мне полюбился оттенок 3. Berry Shake. Действительно, как ягодный смузи. Это более холодный оттенок по сравнению с предыдущим. И невероятно стильный. Такой, как разбавленная какая-то рябина, немножко разбелённая в номере 15. Боже, как красиво это выглядит, когда ты красишь ресницы, брови и эта помада. Всё. Этого достаточно. И можно сразу отправляться на красную дорожку. Я, конечно, на красную дорожку каждый день не хожу, а вот помадой крашусь. Если же вы по стороне классических помад, кремовых, увлажняющих, и я тоже часто отдаю таким предпочтение, то в линейке Varete есть и такие. Они у нас появились в продаже какое-то время тому назад, и я всё ходила, думаю, надо купить. Тем более, что цвета заслуживают отдельной похвалы. Тот, который я мучила последние несколько недель, это номер 13. Он чем-то напоминает тот, который у меня сейчас на губах, но это совершенно другая формула. Это такая увлажняющая сетиновая помада, которая очень комфортно ощущается на губах. И даже если есть какие-то шероховатости, то она это сглаживает. Оттенки такие же, как мы видим в упаковке, то есть она очень хорошо пигментирована и при этом нормально держится. То есть она не растекается как-то за контур губ. Я спокойно пользуюсь и блесками, и помадами, и матовыми помадами по настроению, по желанию, по ситуации. Помада, которая очень понравилась бы моей маме в номере 14. Я как бы тоже люблю такие цвета. Мы часто пользуемся одинаковыми. Номер 11. Это чуть более такой коричневый, чем предыдущий. То есть и пыльная роза, но в ней чуть больше коричневого. Слушайте, я думаю, что если вы отправитесь к стенду Avaline, вы подберете себе нужный оттенок, потому что там есть из чего выбирать. Особенно вот такие, как мне сейчас по душе, не бежевые и не совсем прям супер коричневые. И не какие-то ядрёно-коралловые. А вот что-то, чтобы и на каждый день, и чуть повеселее. Чтобы так раз, накрасила и фреш. На этом наши новинки не заканчиваются. Пудры Varite. Вот эта пудра, девочки, я хотела показать её в фаворитах. Я даже это сделала, но там села батарейка в моём микрофоне и не записался звук. Эта пудра тоже в любимцах прошлого года. Она прозрачная, она фиксирует любой тональный крем, но она с таким лёгким сиянием. Для меня это, как, знаете, рассыпчатые метеориты. И такая упаковка с пуховкой вот так получилась с фаворитами года. Имейте в виду. А это другая пудра, такая компактная, которую можно использовать и в виде тонального крема, и в качестве такой цветной пудры для лица. Здесь есть как супер светлые оттенки, так и средние. Есть ещё один более такой загорелый. Я думаю, что он как раз хорошо подойдёт мне на лето. Сегодня у меня на лице оттенок 11 Light Beige, при том, что я снимаю при супер ярком освещении, у меня всегда увлажняющий тон. Я вижу, что лицо у меня до сих пор заматированное. То есть она даёт покрытие, хорошее покрытие, она матирует лицо и она стойко держится. Я на каждый день выбираю супер лёгкие, мега увлажняющие тональные кремы. И крем под этим всем у меня пожирнее. И чтобы заматировать лицо, это нужно ещё постараться, и чтобы оно не блестело, как непонятно, что в камере. Но это целая эпопея. То есть тут приходится выбирать. Приходилось, потому что сейчас я могу нанести эту пудру поверх какого-то лёгкого тона. У меня будет дополнительное покрытие. Она хорошо сглаживает поры. Она даёт чуть больше цвета. Она не миловая. Она как будто растворяется в макияже. Здесь у нас вот такая пудрочка и ещё одно отделение, в котором скрывается спонж. Это будет очень удобно. Ну или если вы поправляете макияж в течение дня, то и сейчас как бы тоже в теме, да. Просто я в основном, если поправляю, то летом. Зимой у меня всё хорошо там остаётся до конца дня, если я не ношу маску. Иногда я снимаю маску и вот здесь на носу что-то стёрлось, а тут получается ты достаёшь пудрочку, раз-раз-раз, добавила цвета и у тебя заматированное лицо. И там где тон подстёрся, всё залатали, так сказать. 93% минеральных ингредиентов, гиалуроновая кислота. Я не поленилась. Я отклеила наклейку. Здесь всё-таки есть тальк. Если для вас это как бы критично, то я вас предупредила, я в основном использую пудры с тальком и всё нормально. Мои высыпания, мои проблемы с кожей никак не связаны. Я пробовала отказаться от талька, никаких изменений. Поэтому я продолжаю пользоваться пудрами. Это не хорошо и не плохо, просто я знаю, что некоторые заморачиваются. И вот эту пудру я теперь всегда буду использовать и для съёмки видео. И так как у меня тут несколько оттенков, я заброшу сумочку, оставлю в машине, потому что иногда бывают ситуации, когда хочется подправить макияж. Но так вы можете наносить её спонжем или же кисточкой, как ваша душа пожелает. И вот летом, когда тоже многие отказываются от тонального крема, но хочется, чтобы лицо не слишком блестело, чуть там доперекрыть какие-то несовершенства, вот такая пудрочка вам точно пригодится. Эволен, конечно, не перестают удивлять и покорять сердца любителей и пользователей косметики. В линейке Oh My Lips пополнение это такие лип-максимайзеры. До этого я постоянно покупала, пользовалась с чили и с пчелиным ядом. Это лип-максимайзеры, которые так немножко раздражают губы и они действительно визуально увеличиваются. И также там один оттенок был посветлее, такой молочный, а второй нежно-нежно-розовый, такой нежно-красный, наверное, даже так. И мне нравилось использовать их в качестве увлажняющих каких-то средств поверх матовых помад, когда губы от них слегка пересыхают и устают. Пахнет шоколадом и он более плотный по цвету. Я сейчас накрашу поверх матовой помады и допростят меня два предыдущих старых оттенка. Теперь этот становится моим новым фаворитом и тоже он автоматически попадает в подборку средств на весну и лето. Потому что это очень красиво, это, знаете, такой вот классный цвет, который тоже многим подойдет. Он и не супер розовый, и не нюдовый, и даже если ты совсем не накрашенный, надеваешь очки, добавляешь этот блеск и ты супер стар. Но и при этом всем это хорошо питает, восстанавливает губы. Если они обветренные, то вот этот такой холодящий эффект как будто их сразу успокаивает. И губы после этих бальзамов действительно очень-очень увлажненные. Вот этот как будто еще больше имеет этих свойств. Я вам серьезно говорю, вот попробуйте, прям настаиваю. Я шучу, но это правда очень красиво, это очень приятно. Но разве что вы не любите вот этот эффект покалывания, тогда вам может не понравиться. Но всем остальным прям от души. Несколько средств для бровей. Зажала девочки для фаворитов года, потому что я подумала, что мне же что-то нужно будет показывать и в этом году. Я купила эту штуку где-то в середине осени прошлого года. Это новое средство для бровей. И я очень надеюсь, что оно или уже появилось в Украине, в России, или совсем скоро появится. Потому что в моей пиар-рассылке его не было. Что это такое? Это влагоустойчивые тени для бровей в такой форме. Вот по поводу теней я больше всего сомневалась. Это так. Очень даже зря, скажу я вам сразу. И со второй стороны маркер для бровей. Мне было очень интересно найти именно маркер для бровей. Но я столкнулась с той проблемой, что все из них слишком яркие, слишком заметные. Они действительно рисовали вот такие настоящие полоски. И это так нелепо смотрелось на мои довольно светлые брови. Так, я нашла оттенок или один, или лайт. Или один лайт, вот как-то так, самый светлый у Эвелайн. И сначала я пользовалась только маркером. Я зачесывала брови этим гелем для бровей прозрачным. И потом дорисовывала волоски там, где их не хватало. Здесь божественный оттенок для пшеничных блондинок. Девочки, оливковые средства. Если у вас такой цвет волос, как у меня, в жизни я чуть более пшеничная, чем вы видите у меня на экране. То есть у меня не такой холодный оттенок. На фотографиях в основном получается такой цвет, как в жизни. Вот. И мне подходят не просто серо-коричневые, а такие как бы с оливковой вот этой ноткой. И это целая проблема найти вообще в каждом бренде. И я когда увидела этот цвет, я его схватила, и я просто надеялась на то, что он будет красиво рисовать вот какие-то там волоски недостающие. Я не прогадала. И он вот такой, знаете, как бы не хочется говорить полупрозрачный, но не слишком нарочитый. То есть ты дорисовываешь, пробел заполняется, но нет вот этих дурацких полосок. И потом спустя какое-то время я думаю, что я игнорирую вот эту пудру, вот эти тени для бровей. Я попробовала. Сейчас это то, чем я пользуюсь за дня в день. Сегодня я накрасила чуть более ярко, потому что для съемки видео, когда камера съедает все, то есть это тоже возможно. Если нужно супер деликатно, я постараюсь найти какую-то фотографию, то я беру вот эти тени, гель для бровей и какие-то дополнительные там пробелы, которые все еще остались, дорисовываю маркером. То так, то так использую. Но, девочки, даже в сочетании с прозрачным гелем для бровей от Evoline вам понравится. Есть оттенки потемнее, и эта стойка держится целый день, никуда не сползает, там брови мои не исчезают в полночь, а ровно тогда, когда я смываю макияж. Вот нужно мне добраться в Rossman и купить еще несколько запасных, чтобы вот как только закончился один, у меня уже был сразу новый. Еще одна штука для бровей, это гелевый тинт для бровей с хной. У меня оттенок светлый коричневый. Он у меня давно был, но, честно говоря, я его открыла, посмотрела, думаю, нет, я такое не готова. Я увидела его в действии у Вики Моисеевой. Она показывала, как она окрашивает свои брови, и это было так красиво. Вот я не уверена, какой у нее цвет. Мне кажется, что более темный, потому что я держала и 5 минут, и 10, и 15, и у меня никогда не было такого насыщенного оттенка, как у нее. У нас все-таки разный тип внешности, и брови у меня другого цвета. Это настоящее спасение для тех, у кого есть какие-то пробелы, кто не хочет каждый день красить брови. Этого хватает на 3, ну максимум 4 дня. И я первый раз накрасила, я взяла кисточку, аккуратно прорисовала брови, излишки средства убрала ватной палочкой, оставила на 5 минут. С мыла я поняла, что нужно подержать дольше для того, чтобы брови окрасились. Мне противопоказано окрашивание и хной, и краской у бровистов. Даже если это супер мастера, все равно я пока что не нашла никого, кто сделал бы мне мой естественный оттенок. Всегда это ярче. Хоть я и прошу, держите там не так долго. А хна это вообще. Если вы помните меня, после окрашивания хной, когда мы ехали в Турцию года 4 тому назад, лучше вообще развитьте это, потому что это стыдоба страшная. И я боялась, что вот эта вещь тоже сильно окрасит мне брови. Это такой классный оттенок для блондинок. Девочки, он тоже с оливковой ноткой. И я уже потом посмелела, накрасила прямо вот этим аппликатором. И ничего плохого не произошло. Я вот еще раз повторяю, что я убрала излишки, смыла. И целых 3,5 дня, скажем так, потому что на четвертое оно подсмывается. Я ходила, просыпаешься, а у тебя брови на месте. Это такой кайф, когда тебе просто не нужно ничего делать. Ты наносишь блеск для губ и целый день ходишь. И прекрасно себя чувствуешь. Есть брови, есть рамка лица. Остальное вообще, от остального могу отказаться. Вот, поэтому тоже забегая наперед, могу сказать, что вот эта вещь будет в подборке на весну и лето. Это очень удобно, когда ты едешь в отпуск, например, и можешь там через 3 дня подкрасить еще раз. И вообще не заморачиваться с макияжем. Или же я не ленюсь каждые там 3 дня, это делает дома. Сейчас для меня это настоящее открытие. Мне кажется, это тоже какой-то тренд из Кореи, но зато с красивым оттенком для блондинок это вообще феноменально. У нас была акция на карандаши для губ. У меня их никогда не было, и я решила приобрести 2 оттенка. Первый оттенок у меня сегодня вместе с помадой. Тоже вот эта пыльная роза такая красивая. Карандаши пигментированные, они выкручиваются автоматически. Ими можно полностью закрасить губы или нарисовать только контур. Они мягкие, они скользят, они застывают. Стойко держится супер. И второй более холодный оттенок. Сейчас скажу Pink Rose. Но это к моим холодным пыльно-розовым помадам, таким более лиловым, да. Тоже хорошо подходит, но не темный. То есть это такой светленький оттенок, а вот этот, предыдущий, да, будет подходить к очень многим цветам, которые я сейчас выбираю на каждый день. Так что или тот, или другой, но вот по качеству они совершенно не отличаются друг от друга. У нас были распроданы остальные оттенки, но нужно к ним присмотреться. Какое-то время тому назад я уже делала обзор на тональный крем Wonder Match. Если вы его пропустили, оставлю ссылку внизу. И где-то пару месяцев тому назад у нас появились продажи и консилеры с таким же названием. И очень красивая упаковка, согласитесь. Я долго не могла понять, какой же оттенок мне купить, потому что в разных магазинах косметических у нас разные цвета. То ли их тоже разбирают и остаются не мои. Но есть как светлые, так и более загорелые. Это здорово. И еле нашла что-то такое среднее по цвету, но с теплым подтоном. Номер 10. Ванилла у меня. Это то, что подходит мне. Это кремовый консилер. Мне кажется, что это самый перекрывающий консилер из всех от бренда Evaline, которые у меня были. А мне кажется, что у меня были все. Это приятная увлажняющая текстура. При этом скроет все синячки или какие-то несовершенства на лице. Есть тоже такой creamy concealer. Давайте скажу, Nars, да, creamy radiant, creamy concealer. И при том, что его все любят и обожают. У меня он был в разных цветах. И вот как бы по формуле они очень похожи друг на друга. Но по ощущениям и по тому, как они ведут себя, они разные. Этот более приятный. Он лучше перекрывает. И он еще и красивее выглядит в течение дня. Nars очень такой, знаете, сухой на мне. Ну, вообще нет. Я его несколько раз покупала. И несколько раз это были выброшенные деньги в мусорку. С этим у меня все сложилось. Но для меня это все-таки слишком такое плотное покрытие на каждый день. Разве что для съемки или для, не знаю, какого-то вечернего выхода. Я остаюсь верна консилеру. Тоже Evalent, только Magic Perfection называется. У меня второй оттенок заканчивается бегу за новым. Но если вам нужно что-то поплотнее, чуть менее увлажняющее, чем этот. Ну, как менее. Просто этот буквально как растворяется в коже. Он прям супер такой жирненький. Он как будто, знаете, насыщает кожу уходом. И плюс дает покрытие. Но он не фиксируется. То есть он вот таким вот влажным и остается. В отличие от вот этого. Я, конечно, уже отшелушилась. Мне кажется, я как ящерица уже сбросила свою кожу. Поэтому сейчас не могу попробовать. Но руки страшно чешутся. Это интенсивный обновляющий пилинг на ватной палочке. Вы вообще такое видели? И написано, что произведено в Корее. Здесь комплекс 10% ахакисот, фруктовых кисот и салицилка. Отшелушивание, сияние, увлажнение. Плюс алоэ вера и экстракт лимона. Мне придется немножечко подождать. Но это очень гигиенично. Это как, знаете, такая большая ватная палочка. Кто пользовался, расскажите, как вам. Ну, через какое-то время я потом в пустых баночках обязательно сделаю апдейт и расскажу вам, как оно мне. Слушайте, мне с этого стоило начать. Здесь высоко в составе. На втором месте экстракт алоэ. Молочная кислота. Она хорошо подходит даже для чувствительной кожи. И плюс она еще оказывает такое смягчающее действие. Так, лимонная кислота. Салициловая, миндальная. Чем дальше, тем более интересная. Уже дальше там в составе гликолевая кислота. То есть она не будет в такой большой концентрации. Я очень заинтригована. И мне нравится то, что, знаете, бренд не стоит на месте, а что как-то прислушивается к каким-то трендам, присматривается и не боится выпускать что-то такое не классическое, не типичное. На этом я буду заканчивать свой обзор новинок 2022 от бренда Everlane. Того, что мне понравилось. У меня есть еще несколько новых кремов, но я пока что не успела их попробовать. Лицо всего одно, поэтому придется подождать. И еще я хотела бы устроить конкурс, так как мои пиар-рассылки были те средства, которые я знаю, которые я обозревала. Оттенки те же есть и у меня. И я уверена, что кому-то это также пригодится. Я привыкла делиться с вами, когда у меня чего-то в избытке, когда есть такая возможность. И сегодня я хотела бы разыграть палетку Mystic Galaxy. Я думаю, что вы уже увидели ее у меня на канале и в действии, и в фаворитах года. На нее тоже был обзор. Она очень классная для повседневных макияжей, для чего-то более яркого, для каких-то экспериментов. Но при этом, знаете, чтобы это было очень красиво, благородно и просто. Это палетка, которая сделана для людей. То есть это что-то, что красиво себя проявит даже в руках любителя, а не обязательно профессионала. Приятные текстуры, такие необычные цвета, многогранные, дуахромы, что-то на каждый день. Она очень красивая. И также у меня есть красивейшая коробочка с тональными кремами Wonder Match. Сразу несколько оттенков. Сможете подобрать для себя самый подходящий, поделиться со своими подружками. Или один использовать тогда, когда вы будете менее загорелой. Или летом, когда уже солнце вас поцелует. В любом случае, я уверена, что вам он понравится. Потому что тональный крем универсальный, он стойкий. Он хорошо распределяется по лицу. И вот такие два подарочка будут ждать победителям в этом конкурсе. Условия участия, как всегда, вы найдете в инфобоксе. Я отправлю вам подарок в любую часть земного шара, откуда вы меня смотрите. Подарки разъезжаются действительно в такие уголки нашей планеты, о которых я порой даже подумать не могла. Но почта с этим справляется. И удачи всем в конкурсе. Если вам было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.